Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей, я приветствую вас в московском доме книги. Сегодня я расскажу о трех замечательных новинках этого года, которые рассказывают нам о нашем окружающем мире. О животных, которые живут и с нами рядом в домах, и диких животных, о которых мы тоже должны помнить, как о соседях по нашей планете Земля. Начну я наш обзор с книги замечательного, не побоюсь этого слова, гуру, натуралиста мирового уровня, как Дэвид Аттенборо, который известен тем, что попутешествовал в самых разных уголках нашей планеты и пообщался не только с людьми, которые живут в этих уголках, но и с животными, которые были для многих европейцев неизвестными тогда. Он сделал массу фотографий, сделал массу записок и зарисовок на тему того, где живут эти животные, как они проживают, чем они живут и какие проблемы существуют у этих животных. Он совершил путешествие в далекие 50-е годы по всему миру, но по-прежнему остается, наверное, авторитетным ученым и исследователем этой области, потому что после него туда фактически так никто и не доехал. Это человек, который собрал в одной книге воспоминания о тех путешествиях, то есть своего рода создал такой некий travel log, настоящую книгу о путешествии по разным уголкам Земли, где с очень большой любовью отзывается о животных и о тех людях, которые с ними рядом, и они с ними сосуществуют. В наши дни зоопарки больше не посылают звероловов за дикими животными. Это оправдано. Сейчас дикая природа и так находится под слишком большим давлением, даже если никто не посягает на ее самых красивых, экзотических и редких обитателей. К тому же большинство зверей, вокруг которых в зоопарках обычно собирается толпа, львы, тигры, жирафы, носороги, даже лемуры и гориллы рождаются в вольерах. За их развитием тщательно следят в родословных книгах, так что зоопарки во всем мире вполне могут обмениваться отдельными видами, не думая об угрозе кровосмешения. Польза от присутствия экзотических животных несомненно. Они помогают рассказывать о красотах дикой природы и о том, как важно и трудно ее сохранять. Следующая книга уже принадлежит ветеринару, который живет сейчас в Соединенных Штатах Америки. Родился он в Ирландии и еще в детстве начал интересоваться животными и тем, как помочь животным быть здоровыми, быть активными, быть радующими своих хозяев. То есть он хотел быть ветеринаром еще с детских своих ранних лет. Тем не менее, было много сложностей к его достижению, его цели, но он это все прошел и стал действительно уникальным ветеринаром, врачом, который помог очень многим разным животным, не только домашним, но даже, казалось бы, таким для нас незначимым, как какие-нибудь суслики, хомяки, ежи и так далее. То есть тот человек, который не ограничился только домашними животными, что делают сейчас многие ветеринары. Он помог не только в том, чтобы излечить легкие, казалось бы, такие достаточно очевидные болезни. Он стал еще и протезистом, который научился самым уникальным методом лечения болезней суставов, конечностей животных. Это умеют далеко не все его коллеги по такой вот ветеринарной деятельности. И он в своей книге, будучи уже сейчас успешным телевизионным деятелем, который снимает свою собственную программу и программа пользуется очень большим успехом. Он в этой книге как раз рассказывает о своей жизни, о своем становлении ветеринаром. То есть пытается рассказать о том, как это важно быть добрым не только по отношению к людям, но и по отношению к животным. Животные. Этот термин включает в себя великое множество разнообразных живых существ, населяющих нашу планету. Количество одних только отдельных видов варьируется от двух до пятидесяти миллионов. Большинство людей воспринимают животных как случайных обитателей их мира. Паук в ванной, птица в саду, крыса в гараже или обезьяна, ворующая продукт из прилавков. Для меня же они всегда составляли неотъемлемую часть жизни. Насколько я помню, осознанное желание стать ветеринаром появилось в возрасте шести лет. То, что начиналось с мечты шестилетнего мальчика – стать ветеринаром – теперь трансформировалось в желание путешествовать по миру и наблюдать зрелищное многообразие видов, населяющих нашу планету. Эта страсть разгорается сильнее от великого многообразия братьев наших меньших, которое я встречаю. От нильского крокодила, существующего еще с первобытных времен, до милой сахарной сумчатой летяги или загадочного снежного барса. Однако развитие моих интересов ничуть не уменьшило радость и трепет, которые я испытываю каждый день, работая с сельским ветеринарным хирургом в Соединенном Королевстве. Даже спустя 11 лет это занятие продолжает меня увлекать и бросать мне вызовы. Никогда не было и не будет так, чтобы один день походил на другой. Отправляясь на работу, я никогда не знаю, что придется пережить, с какими животными или ситуациями мне придется столкнуться. Собака, корова, кролик, лошадь, курица, поросенок, альпака или черепаха будут моими пациентами сегодня. Смерть, жизнь, трагедия, триумф, бурное веселье, серьезность, рутина или неожиданность станут спутниками. Ведь у меня совершенно уникальная профессия. Каждый миг похож на американские горки. В ту минуту, когда приходит понимание и осознание решения проблемы, возникает мысль о необходимости учиться дальше и глубже. Следующая книга тоже примерно похожа по происхождению интереса этого человека к животным. Это книга «25 граммов счастья», написанная итальянским ветеринаром, который не хотел быть ветеринаром, не хотел быть доктором животных, айболитом. Он хотел быть в первую очередь счастливым человеком, который вел бы обычную совершенно стандартную жизнь. Он так с этого и начал. Но, к сожалению, в его жизни произошли трагические события. Был очень такой сложный, серьезный развод с его женой, который в итоге привел его к тому, что он начал помогать животным. То есть он вот такой сложный период своей депрессии, своей такой вот некой трагедии внутренней подобрал совершенно крошечного ежонка, которого потом назвал человеческим именем и который потом остался рядом с ним и принес много других еще животных, детенышей ему в подарок. И со всеми он контактировал и лечил, пытался за ними ухаживать, помогать им избавиться от болезней. Животные сделали его счастливым. То есть он как раз единственный человек в мире, который, наверное, занялся темой извлечения именно ежей. То есть вот таких необычных, наверное, наших соседей по планете, которыми не каждый ветеринар, наверное, занимается и вообще готов помочь. Поэтому эта книга о том, как ежик, то есть такое маленькое существо весом 25 грамм, изменил жизнь человека на все оставшееся его время жизни. Я был недоволен своей жизнью и работой. Было ощущение, будто на ощупь пробираюсь через пустую темную комнату, не имея никаких ориентиров. Мне нужно было что-то, что могло меня взбодрить, что вызвало бы во мне желание жить, чего мне так не хватало. Закончив школу, я решил стать ветеринаром. Всем вокруг, даже мне, мой выбор казался случайным, но он таким не был. Только потом я понял, что корни этого решения уходят в мое детство. Может, я просто родился с желанием помогать животным, кто знает. И все же, проработав ветеринаром несколько лет, я почувствовал, что что-то было не так, чего-то не хватало. Я ощущал гнет этой объемной пустоты, но не знал, как ее назвать. Я как будто говорил с отцом, делай это, делай то. Но я не такой и не был таким. Я полная противоположность того, кто планирует свою жизнь. Это не в моем стиле. Я не мог представить себя засевшим в клинике и снующим туда-сюда между прививками и микрочипами. Я привык к другим ситуациям, более экстремальным. Но следуя ее совету, я начал работать в двух небольших ветеринарных клиниках пару раз в неделю. В тот день я ехал в одну из них. Должен был подменить на выходных Андреа, владельца. Когда я пришел туда, он поздоровался и начал инструктаж. Он объяснил все, что нужно было сделать, пока мы обменивались шутками о себе и о работе. Перед тем, как попрощаться, Андреа показал мне коробку. Внутри было маленькое животное, крошечное. «Это и женок», сказал он. Я с любопытством посмотрел на малютку. «Женщина нашла его в своем саду, он сирота», продолжил Андреа. Она принесла его сюда, потому что не знала, что с ним делать. Маленькое создание все это время лежало с закрытыми глазами. Его розовая кожа еще не покрылась шерстью, мягкие белые иголки торчали в разные стороны. Они начинались сразу за его крошечными ушами и спускались вниз по спине. «Он родился два или три дня назад, весит всего 25 граммов», сказал Андреа. «25 граммов? Совсем ничего», заметил я. Итогом нашей небольшой презентации хочу, наверное, пожелать нам всем добра в такое непростое время, когда планета Земля требует от нас, наверное, другого внимания и других решений, когда гибнут не только домашние, но и дикие животные. Мы все в ответе за то, что происходит сейчас в нашей природе. И сейчас как раз в это время появляются эти книги замечательные, которых раньше не было. Книга животных написана за всю историю, наверное, книг издания очень много. Это и книги для детей художественные, мы хорошо помним истории про Винни-Пуха, историю Зальтона про Бэмби, например. Если говорим о Сетане Томпсоне, то это вообще целая серия книг о животных для детей или не только. В нашей отечественной литературе прекрасно знакомы нам произведения Сахарного, например. Или мы говорим о Трея-Польском, который написал прекрасную книгу, не оставляющую равнодушным ни одно поколение российских, советских тогда еще читателей. Сейчас книги не столько о животных, как о созданиях, которые умиляют, которые могут походить на людей со своими характерами, со своими повадками. Сейчас книги о том, как помочь животным, как самим становиться лучше в этом непростом мире, тем более, что возможности у нас есть. Желаю вам хорошего чтения и ждем вас в Московском доме книги. Субтитры создавал DimaTorzok